Первое, что бросается в глаза при входе в стоматологию, стойка администратора. Теперь здесь, как в коммерческой клинике, есть специальный человек, который поможет попасть к врачу. Мера была вынужденная. С марта в поликлинике появились две регистратуры. Одно окно – государственная клиника, второе – для записи в муниципальную компанию стоматолог. И две принципиальные разницы. Первые принимают по полюсу, вторые делают ставку на платные услуги. Естественно, перед окном с надписью «Бесплатно» всегда очередь. Пациент подходит к свободному, а здесь – за деньги. Это уже привело к проблемам. Многим пациентам показалось, что теперь и вовсе вылечить зуб бесплатно здесь нельзя. Условия ни в чем не изменились. Также идет запись через регистратуру, также идет запись через МИАЦ, также идет запись по телефону на бесплатное лечение. Соседствует предприятие уже несколько лет, однако регистратуры разделили только сейчас. Так будет удобнее. Разные базы данных, разные врачи. Сегодня записаться на прием к стоматологу можно посредством двух сайтов – к врачу и госуслуг. Можно и по старинке прийти ранним утром и занять очередь на талон. У нас люди пожилого возраста в основном. Заходит он, сразу видит, что я здесь сижу. Они подходят, спрашивают, куда конкретно, что делать, какого врача бы я хотел. Стенд вот, пожалуйста, на стенке все написано, но все объяснить и все довести – это работа моя. Клиника стоматолог, регистратура которой подписана как платная, тоже не на 100% коммерческая. Здесь есть ряд услуг, которые можно получить по медицинскому полису. Нужно обязательно уточнять. Мы работаем в штатном режиме, у нас ничего не поменялось, но все в порядке. Врачи понимают, что такая обстановка вносит неудобства, но сделать ничего не могут. Разъедутся стоматологи не раньше 2017 года. После открытия перинатального центра освободится помещение, где сейчас располагается женская консультация по улице Чертыгашево. Не исключено, что площади отдадут городской стоматологии. Тогда и окна регистратуры окажутся не рядом, а в разных районах города. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Продолжение следует...